Несмотря на то, что Советский Союз распался почти 30 лет назад, большинство республик, которые обрели независимость, до сих пор живут в условиях авторитаризма и диктатуры. Однако и среди них есть страны, которые выбрали иной путь развития, в том числе это Грузия и Армения, информацию о которых вы можете найти на канале Сергея Чеченаца. Чуть ли не самое громкое событие недели, пожалуй, на всем постсоветском пространстве. В среду, 29 мая, Михаил Саакашвили вернулся в Украину. Свобода слова, сменяемость власти, митинги без задержаний, такое, уверяю вас, возможно. Подписывайтесь на канал Сергея Чеченадзе и наблюдайте за тем, как страны, вышедшие из того же Советского Союза, постепенно строят демократическое общество. Все ссылки в описании. Здравствуйте, друзья. В эфире канал Ньюашвот и в рубрике «Лаборатория политического и военного анализа», сокращенно «Лаборатория пива». С вами Юрий Гемельфар. И Александр Глушев. В Шиесе продолжается противостояние между экоактивистами, точнее между жителями Архангельской области и... А вот тут вот, Саш, я как раз и хотел тебе задать вопрос. Между кем? Потому что вот мы с тобой видели эти кадры на Сотовижн, ссылка дана в описании. Там какой-то фаршмак из тех, кто противостоит экоактивистам. Там и люди в форме со знаками различия. Там и люди в форме похожей на полицию без знаков различия. Вот сейчас мы видим, два человека стоят рядом. У одного есть кокарда на фуражке, а у другого нет кокарда на фуражке. Какой-то мужик там затесался в строительном жилете. Что это за винегрет? Что это за фаршмак? Кто им противостоит, Саш? Я не понимаю. Там более того, там же даже на законные требования, которые обозначены законом о полиции, есть такой закон у нас в стране о полиции, любой полицейский, выполняя свои служебные обязанности, обязан предъявлять документы, даже когда он общается, просто с людьми общается, подходит там, предъявляет какие-то требования, задерживает, я не знаю, там уводит куда-то, составляет какие-то документы, он прежде всего обязан предъявить документ. Ну или хотя бы сослаться на дату и номер этого документа. Ну пусть у него нет вопросов, он просто сослался. В любом случае, мы прекрасно это понимаем, там никто этого не делает. Это еще раз подчеркивает, это еще раз обозначает всю вот эту вот компанию по обустройству так называемой вот этой свалки в Шиесе, незаконной. То есть туда сгоняют, кого попало, как попало, быстрее езжай, мы тебе командировочные там тройные заплатим, мы будем обычному охраннику, обычному чоповцу платить 3 тысячи в день. Слышал же эту сумму, да? Для Архангельской области это бешеные деньги, 3 тысячи в день. Такого там не бывает. От силы человек может получать 15-20 тысяч в месяц, посчитай, раздели это на 20 рабочих дней. Естественно, никогда никто такого не заработает. Это все делается, потому что отмываются, отрабатываются бешеные деньги. Почему та же полиция, скорее всего, имеет какие-то надбавки, доплаты? Скорее всего, я так думаю, это мое оценочное суждение. Наверное, даже из бюджета не обязательно Архангельской области. Возможно, в целых избавления от мусора, вот эту борьбу с народом, если посмотреть на всех роликах, там уже откровенная борьба с народом. Да, мы это видели. А если разобраться в последствиях, то это четкий совершенно геноцид, то выплаты могут ввести с полицейским даже из бюджета Москвы, скажем так. И может платить вполне, может платить собятник. Не исключаю, что и сами они могли быть привезены и доставлены из Москвы. Я этого не исключаю. Там никто не представляется и не показывает. В удостоверении всегда написано начальник райотдела такого-то, оперуполномоченный райотдела такого-то, следователь райотдела такого-то, дознаватель райотдела такого-то. Никому ничего не показывают. Не показывают, откуда берутся вот эти вот так называемые блюстители порядка, которые откровенно подавляют волеизъявления граждан, которые ясно, четко сказали, не нужно здесь, в болотесной местности, которая снабжает гидроресурсами всю Архангельскую область и плюс еще Коми-республику, республику Коми, да, где уже тоже всколыхнулся народ. Не надо здесь делать мусорку, свалку, не надо делать. Я больше того тебе скажу, меня вот поразило, вот мы сейчас видим на фотографии вот этого вот начальствующего состава полиции, я не говорю офицера, Саш, я знаю, как ты на это реагируешь, который в ответ на документы-документы говорит, разойдись. Вот для меня это очень знаковое поведение, то есть человек, по сути, вот на невербальном уровне, как я это понимаю, он заявляет, я здесь закон, вы от меня требуете закона, ни черта, я здесь закон. Минутку, я задаю вопрос, а что дальше? Сегодня они незаконно разгоняют граждан, а завтра что? Он придет на свадьбу и потребует первой ночи, что ли? Юра, так складывается все, это элементарные вещи, это элементарный беспредел, который им разрешили творить. И самое интересное, что суды, суды, те органы, которые должны устанавливать справедливость в конечном итоге, законность в конечном итоге, они просто встают на их сторону, вот вчера или позавчера, ну, день-два назад осудили мужика там, в этом, в Екатеринбурге. Так, точно так же, вот шли эти события, связанные с храмом, он якобы оскорбил сотрудника полиции, сотрудник полиции находился в гражданской одежде, не предъявляя документов. Ну, правильно, а тогда вопрос, вопрос, а вот мы видим сейчас, вот на этом видеоролике от Сотовижн, когда какой-то человек в погонах под полковником, он кричит, кто сказал подонок, я вас задерживаю, я задаю вопрос, он при исполнении или нет? Вот главное, ему сказали обидное слово, когда он был, при исполнении или не при исполнении? Это во-первых, это во-первых. А второй вопрос, а кто сказал, что подонок, обидное слово? У нас запрещены законодательства, в общем-то, нет, тебе сказали то, что о тебе думают. Это оценочное суждение того человека, который тебе это сказал. Может быть, он так думает, можно сказать, что я видел вас в гробу в белой тапочке. Да. Ведь оно же гораздо, скажем так, лояльнее, культурнее, да? Никаких подонков, там, дерьма, еще чего-то, тебя не обозвали. Но я видел вас в гробу в белой тапочке. Иди, суд. Ну, я понимаю, что у полицейского судья удастся доказать, что это было оскорбление. Но извини меня, есть всего четыре слова запрещенные, которые нельзя употреблять, да? Там, П, Х, Е и Б. Четыре буквы. Все. До свидания, ребята. Дальше я могу делать то, что я хочу. Если я вижу, что ты нарушаешь закон, ты отстаиваешь незаконные действия, защищаешь незаконные действия, отказываешься предъявить мне документ соответствующий, который подтверждает то, что ты должностное лицо полиции. Может, ты эту форму купил где-то там, непонятно где, в военторге, как у нас говорят про Донбасс, да? Она, пожалуйста, у нас танки, оружие, все в военторге. А это наш сказочный лидер сказал, но, Саш, я считаю, что вот самое страшное оскорбление вот для этих людей в темной форме, похожей на форму сотрудников полиции, не то, что они подонки, не то, что их видели в гробу белых тапочек. По-моему, для них самым страшным оскорблением будет пожелание, что бы ты жил на одну зарплату. Вот это, это самое страшное. Вполне возможно. Там, там кругом идет материальная заинтересованность. Причем, иногда, скорее всего, она не такая уж и большая. Может быть, там, тысячу орку накинули, там, две тысячи. Но, человек за это вот готов удавиться, готов, там, носы расквашивать каждый день с простого мирного населения, которое просто борется за свои экологические права. Вот буквально сейчас, вот перед началом нашего, нашей передачи прослушал то, что на эту тему говорил Путин. Оказывается, он в курсе всего. Но он сказал, Москва же не может зарастать, не может же Москва зарастать мусором. А почему Архангельс должен зарастать? Это абсолютно верное замечание, что получается так, что Москва живет хорошо, а гадить, извините меня, они ходят к тем, кого они не уважают, кого они не считают за людей. И, соответственно, вот мы и получаем такой вот вывод, совершенно справедливый, что завтра вот эти вот опогоненные граждане, они будут приходить по свадьбам и требовать права первой ночи. Легко, легко. При этом абсолютно не понимая, что любой чиновник, любой полицейский, любой там так называемый народный избранник, не хозяин жизни и не начальник для меня. И не хочу я говорить ему гражданин начальник. Я знаю, что его избрали, назначили, поставили на должность исключительно в целях моего личного благополучия. Не моей личной беды, чтобы он мне не приносил беду, а благополучие. Ты, мой слуга, я тебя нанял за свои деньги. Ведь мы россияне, люди, живущие в России, не понимают, что власть это не что-то такое, что нам Богом дали. Мы сами заплатили деньги для того, чтобы ты исполнял свои обязанности. И ты же собака за мои... собака, да, это не оскорбление. За мои деньги ты будешь бить меня палкой, хватать за руки, тащить в этот автозак. Зачем ты мне такое нужен? Давай мы тебя поменяем. Найдем достойно. Найдем. Есть у нас и юристы, и журналисты, и те, кто будет правильно говорить, и кто будет культурно себя вести, и кто будет принимать, самое главное, правильные решения. Те, кто не будет свалки устраивать вот в этой местности, там, где люди живут и считают совершенно ясно и четко, уже два региона встали на дыбы, что нельзя там устраивать эту свалку. Более того, ты понимаешь, с каким остервенением, с каким упорством достойным лучшего применения они сейчас строят это. Они что, думают, что они сейчас выруют этот могильник, положат туда этот, будут возить туда этот мусор, они что, думают, что им народ даст туда его возить? Сейчас эти люди выйдут на железнодорожное полотно, встанут поперек, и ни один твой паровоз туда не проедет, вот и все. Вы сами себя загоняете, я не знаю, в лужу, в яму, в болото, еще куда-то. Идиоты. Это тоже не оскорбление было. Это, возможно, диагноз. Ну что ж, друзья, вы слышали нашу точку зрения по поводу последних событий вокруг московского мусора, который свозят в Архангельскую область, отравляя тем самым окружающую среду и ставя людей на грань гибели. Ну, я как всегда начинаю. Под охраной московских мусоров. Да, именно так. Но выводы, как всегда, делать только вам. До встречи. Пока.